Как говорил один киногерой, все приходящее, а музыка вечна. Музыканты Саровской дивизии в очередной раз подтвердили это своим участием в фестивале духовых оркестров в Архангельске. Ради участия в празднике, посвященном Дню военно-морского флота, они отложили отпуска. После командировки прошло уже больше двух недель. Оркестр немного отдохнул и снова приступил к подготовке к очередному выступлению, но уже на родной сцене. Поучаствовать в таком большом мероприятии, это, конечно, и опыт большой для музыкантов, и для меня, как для руководителя. Ну, в общем, заряд положительной энергии, эмоций и дальнейшего профессионального роста, конечно. Три дня в Старизе-Поморье были насыщенными сначала репетиции, затем выступления. По словам Павла Мишалкина, дивизионный оркестр показал все, на что способен. Каждый из участников внес свой вклад в успешное выступление перед публикой. Дирижер отметил отзывчивость и доброжелательность жителей Архангельска. Подходит, очень, говорит, понравилось. Благодарили прям душевно. Ну, и музыканты тоже выложились. Надо большое сказать спасибо, что играли с душой, играли с самоотдачей. Участие в фестивале для солиста оркестра Александра Курносова – это возможность перенять опыт у музыкантов из других эстрадных коллективов. И на будущее он сделал для себя отметки о репертуаре выступления и манере подачи. Все это он уже воплощает в жизнь при подготовке к очередному концерту. Для того, чтобы был творческий рост, я считаю, прежде всего в коллективе. Потому что, когда люди общаются, смотрят на другие коллективы, и для себя что-то новое черпают из этого. Фестиваль оставил у музыкантов не только теплые воспоминания, но и установил новую планку для творческих свершений. И хотя они военные музыканты, репертуар оркестра включает в себя не только строевые песни и марши. Оценив свои возможности на фестивале «Дирекцион Норд», дирижер готовит своих подопечных к новым творческим командировкам.